Молитва. Написано так, что если человек пришел в синагогу, тогда уже идет молитва, значит человек опаздывал, как вы знаете, бывает, человек опаздывал. И человек должен начинать говорить шмуна-есве, но этот человек знает, что он не может закончить свою шмуна-есве до того, что Хазан Канта начинает повторение шмуна-есве, говорит к душам. Значит, если он будет сейчас начинать шмуна-есве, он будет пропустить к душам, которые являются главным моментом повторения шмуна-есве. Как должен себя вести человек, и говорит, что Хазан Рух, что человек должен подождать до того момента, в который Канта начинает повторение шмуна-есве, и этот человек должен повторить, говорить свою шмуна-есве с Кантовым местом. Значит, мы здесь видим момент, насколько важна душа. С другой стороны, есть другая Аллаха, где написано следующим образом, что если человек уже молится шмуна-есве, и вот вдруг Канта начинает повторение шмуна-есве, и человек еще находится в своей молитве, и должен отвечать на душа. А как он должен себя вести? Отвечать, продолжать молиться, остановиться. Здесь у нас есть большая разногласия между мудрецами-тософистами, внуками Раши, рабину Там и рабину Якова, Ри и рабину Там. Одно. Одно мнение, что человек должен остановиться и слушать, не отвечать, слушать. Как у нас есть такое правило, шумеа кеоне. Если человек слушает, какая молитва, хотя он сам это не говорит, это считается, как сам он это говорит. Второе мнение, момент. Если этот человек слушает, и это считается, как он сам говорит, значит, считается, что это хефсек, это как он сам сделал такой период своей молитвы. Поэтому лучше не остановиться и не слушать и дальше молиться. И у нас получается, что у нас есть противоречие между одного законом и второй законом. С одной стороны, мы говорим, человек не должен начинать говорить шмуна-есве, если он не знает, что он может закончить до того момента, что община говорит в душах. Ну, почему? Если этот человек имеет право не отвечать, но остановиться и слушать, тогда почему нет? Получается так, что у нас есть очень эта концепция, которую мы видим не только в отношении шума-есве, в отношении к кейдушам, в отношении любой мигелат и стерна. Шумя-кейдушам, человек, который слышит это, как он сам это сказал. Но мы видим, что это очень интересно, что в отношении перерыва шума-есве, это не считается, что 100% шумя-кейдушам, это кейдушам, но не 100% кейдушам. Значит, это считается, как он отвечал, но не на 100%, на 90%, на 80%. Поэтому, получается, что если человек начинает молиться, он должен прочитать, если у него хватает времени, закончить до канта. Если он знает, что у него это не получается, значит, лучше начинать к душе с канта вместо и отвечать на душе. Но если человек уже находится в шума-есве, и тогда Минхаг Ам-Исраэль, как мнение, что место, надо остановиться и прослушать, как Сибур, как община говорит, Кадош, 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 Барух Квад Ашем им кумо им 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 лох, и после, только после этого, подождать 18. И получается, что у нас этот закон очень сложно, и имеет большие значения для разных моментов, которые есть в Малите. Шумя-кейдушам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.